Всем привет! Это новый формат, новый контент на моем канале. Так как вы знаете, я всегда снимал экстремальный вид спорта, но я его не буду бросать, я буду его снимать дальше. Но это будет тогда, когда потеплеет. Сейчас у нас идет осень, и Илья подкинул мне такую идею, что нужно что-то снимать, что-то более подходящее к нашему возрасту, потому что наш возраст уже увеличивается. И то, что я снимаю, это уже менее рекомендуется, да, и мне это уже начинает... Ну, не то, что надоедать, а мне это уже тяжко. Идея такая, это выживание в лесу. Получается, сейчас у нас осень, я думаю, мы уйдем жить в лес. То есть, получается, мы поедем за город, возьмем все необходимые с собой материалы, это вы сейчас все увидите на этом видео. Будет не одна часть, будет несколько частей. Мы будем строить плод, после этого будем перебираться через реку, после этого мы найдем там ночлег. Ну, возьмем себе самое необходимое, воду, еду на первое время. Обоснуемся там, то есть будем себе строить дом, землянку. Будем выставлять разные ловушки. То есть, получается, мы будем не только питаться тем, что мы с собой взяли, но также мы будем охотиться и на дичь. Не знаю, типа, получится у нас это или нет. Надеюсь, Крейн не попадет в первую ловушку. Я специально для него капкан, короче, приготовил. Я буду не один, я буду с Ильей и с Крейном. Крейна сейчас нету, а Илья мой оператор, короче. И сидит, снимает, потому что штатив у Крейна, а Крейн спит. Вот, нужно Крейна разбудить. Надеюсь, он не будет нас подводить, потому что если он будет так же продолжать спать, то я его не буду брать с собой. Что дальше? Мы возьмем с собой инструменты, молоток, топор, пилу, гвозди, деревяшки разные. Все это с собой сразу приготовим, чтобы у нас не было никаких потребностей, чтобы нам не надо было возвращаться обратно в город, чтобы у нас все с собой дальше было. Надеюсь, этот контент приобретет новый смысл для моих подписчиков. Те, кто повзрослел, вернутся обратно и будут смотреть меня. Маленькие люди, а маленькие, короче, пиздеки. Нет, дети маленькие, которые сейчас видео смотрят, они будут смотреть это видео и набираться опыта. Так как у меня опыта в этом нет, я буду сам также набираться опыта в выживании, потому что у меня были такие приключения, то, что нужно было выживать в лесу. То же самое, как и контент с Чернобыля был. Я выживал там в лесу. И также это будет для меня примером. Я какие-нибудь уроки усвою от этого. Также я подготовлюсь. То есть не только физически оборудование это все возьму, но и также почитаю некоторые энциклопедии, некоторые книжки по выживанию и как можно обустроиться, ну, приспособиться, приспособиться к дикой жизни в лесу. Сегодня выходит новое видео под новой рубрикой. Эта рубрика называется «Выживание в лесу», как вы уже по названию заметили. И это новый проект. Сейчас он готовится на зиму, потому что зимой ты не попаркуришь, если только в каких-нибудь залах. А залов, вы сами знаете, у нас очень мало. Да и они, ну, не предназначены для паркура. Так вот, чтобы не были видео однообразные, я решил, ну, не я решил, а я совместно с Фомином решили заснять видео, точнее даже проект, там несколько видео будет о том, как мы выживаем в лесу. Если вам эта рубрика зашла, типа вам интересно, то ставьте тут лайк. Если вам не нравится это видео, то ставьте тут дизлайк. И я вам расскажу поподробнее об этом проекте. Сегодня я и Фомин просто споймаемся, приготовим все самое необходимое, вещи, оборудование, приборы и все, что нам необходимо для того, чтобы выжить в лесу. И первая часть, это будет подготовка к построю плода. Мы построим плод, и после этого на этом плоту мы переберемся через реку. Я надеюсь, мы не промокнем, потому что в такую осеннюю погоду нам не нужно промокать, а то заболеем. Я и так болею. Куда мне промокнуть, чтобы заболеть, что ли? Вы что, травите, что ли? Поэтому нужно сделать такой офигительный плод, чтобы он не промок. То есть он не ушел под воду, а то я не очень хочу в зимней одежде плавать. Ребят, я надеюсь на вашу поддержку. Если вам интересно, то смотрите это видео. А если у вас какие-нибудь есть предложения, пишите в комментариях. Посмотрите, кого я нашел. Фомин, вымирающий вид блогера. Да-да, но еще не вымер. На грани, но еще остался. Ага. Так, зашли к нему во двор. Вот такие вот деревьяшки. Но я думаю, на этой плотине мы не сможем уплыть. Не, нормально, Брио. В эту я сяду, в эту ты сядешь. А на вот эту сядет крейн, смотри. Утонет. Вот. Это для него? Да, это для крейна, да. Она как раз не утонет. Как думаешь, мы уплывем так? Утонет. Конечно. Ну все, тогда поплыли. О, нифига себе, эту лестницу можно трогать? Трогать можно. Взять ее как плот, вряд ли. Почему? Ну, нам... Мы пойдем водить, не знаю. Так мы же обратно ее вернем. Отвечай слова. Пацана дает. Очко ставишь? Крейна очко ставлю. Тогда ладно. Смотри, вот уже готовый корабль. Ух ты, нифига себе. Не, он утонет, он не герметичный. А, он еще и тяжелый. Не, прикольно было бы вот это вот так отбить по бокам, вот так, но потом можно ее обратно вернуть. Она перевернется, значит. Да нет. Не должна перевернуться. Так, короче, мы подготавливаем все материалы. Берем с собой молоток, гвозди, веревку сейчас надо зайти, купить. Ну, не все у нас есть, поэтому нам нужно кое-что докупать. Скотч надо, ну, да? Да, скотч нужно. Лопату, чтобы крейна закопать потом. У нас в строительстве... Вообще, по идее, мы не строители, мы не знаем, что как делать, но мы попытаемся из своей фантазии придумать что-то и попытаться выжить. потому что, ну, могут быть такие ситуации, так как мы много туда-сюда лазим, и, короче, нам придется, и нам придется потом как-нибудь выживать. Потому что были моменты, когда мы спали на заброшках, спали в лесу, и мы, короче, не были к этому подготовленными, и сейчас мы будем для себя сделать экстремальное условие для того, чтобы выжить. Мы будем оставаться на ночлег также. Кому это будет нравиться, кто хочет увидеть ночлег в лесу, что-то, короче, напиши в комментарии, Ио, на Фомина посылки впереди. Да, кстати, мне забанили канал, у меня его угнали, точнее. Он целый, не забанен, но его угнали. И поэтому я создал новый, там всего лишь 100 подписчиков, не 100 тысяч, а просто 100 подписчиков. Сейчас, как никогда, мне нужна активность. Хоть и угнали, я не отчаиваюсь, я продолжаю снимать, мы сейчас будем вообще такой жесткий проект мутить. Короче, я нашел вора, кто ворует тележки постоянно. Не, не правильно, нам закинули ее. Сюда, правильно, закинули, под дверь. Можно из нее, короче, этот, ковер-самолет сделать. Ковер-самолет, да. Вот это вот убрать, а то, короче, кинуть ковер, и все, вот тебе ковер-самолет. А почему самолет тогда? Типа, крылья сделаем, летать будет. Так, нашли вот такие деревяшки. И, короче, я уже, у меня в голове уже проект есть, то есть, как мы будем с него делать плод. Поставим несколько деревяшек снизу, короче, крепление. Забьем гвозди. И под низ уже на что-то, на веревку, наверное, намотаем много пятилитровок. Я надеюсь, он поплывет. Если не поплывет, закинем изначально крейна, потому что он, как, логично он. Ему нечего терять, во-первых, во-вторых, он легкий. И, блин, столько мыслей в голове, столько фантазии, но... Га себе. Первый плод есть. Во, сейчас все, пойдем за баклажками, будем искать баклажки. Много баклажек. И главное, чтобы они не были... С бомжами сражаться за бутылками. Да, будем с бомжами физиться. Мы набросали планы на будущее. Примерно вот столько вот. Четыре доски. Они где-то по полтора метра. И в ширину где-то по 40-30 сантиметров. Вот. Мы сделаем один плод. Очень хороший, мощный. Вот так где-то прикрепим ее. Мы уже наброски набросали. И подумали, зачем нам плыть сразу втроем. Мы по-любому утонем. Когда можно сделать так... Когда можно утонуть один крыль. Когда можно сделать канатную дорожку. Получается, строим плод для одного человека. Ему даем очень крепкую, надежную веревку с роликом. Ну, колесиком. Он переплывает реку, ставит на ту сторону колесик. Пропускает тама веревку. И на обратном пути привязывает плод. И получается, это будет канатная дорожка. Типа, переплыв. Чтобы мы по одному туда-сюда, короче, плыли. То есть, получается, один переплыл. Плод обратно через веревку вернул. Второй переплыл. И вот так вот. Первый будет крейн. Второй мы на чигачик поспорим. Илья, Илья. Но, скорее всего, второй буду я. Потому что я вешу легче Ильи. А там дальше уже, как поплывет. Что останется, то Илья. Да, я, короче, замыкаю еще. Да, он на одной... Он просто вплавь поплывет. Плод подмышку возьмет, короче. И перейду просто реку с плодом подмыхать. Сейчас мы загуглим, сколько баклашек, точнее, сколько пятилитровка выдерживает килограмм под водой. И дальше уже будем направляться в сторону леса. И оставаться там на неделю, на две, может даже зимовать будем. Короче, построим там дом, короче, откроем ферму. Споймаем двух кроликов. Будем их разводить. Потом найдем петуха и будем крейну петушить. Откроем курятник. Мы в полу гараже находимся. Илья открыл свой шкафчик. Мы возьмем вот такую ножовку, маленькую. Пойдем. Потом молоток. Вон тут есть. Там же топор где-то лежит. Топор. И возьмем еще... Так, что нам еще нужно? Кто-то подскажет, что гвозди, проволоки. О, кстати, проволоки уже нет. Вот. Жалко, крейна нет, он бы уже взял бы на металл сдал. Да. Цвет мид. Ну а вот тут такое, вот этот пойдет? Да, пойдет это. Что, кувалда что-ли? Может, есть кувалда. Так. На все, в принципе, нам ничего такого особенного не надо. Да, это топор еще. О, вот этот. Давай, крейну дадим. А я бы вот этот болоток и уволю, короче, зайду драться. Вот этот можно. Потом мы покрасим наш флот. Да, тюнинг и там, короче, напишем. 69. И мониторный приделаем. Хе-хе-хе. Будем также брать весло, весло находится на даче. Но можно еще взять с собой надувную лобку. Но мы хотим сделать флот. Все делать своими руками. Поэтому будем готовиться к этому. Надеюсь, у нас все получится. И мы не замерзли в первую холодную. Да, главное, в воду не упасть. Да. Чтобы эта конструкция сработала. Мы должны были пособирать. Не снимайте, что у нас инфон снимает. Пусть думают, что это зеркалка. Мы должны найти несколько пятилитровок. У меня есть, но этого не хватает. И с селье решили, типа, пройтись. Но у нас, как, типа, нормальные, там, есть мусорки, где, короче, есть сетки. И туда скидывают баклажки. Но мы что-то посмотрели, там, капец, пуплыжная мусорка. И я, короче, хотел туда взять. Я говорю, нет, зачем, успокойся. Мы же не настолько кончили. Нужно поджать кремя. Мы, короче, будем искать, но не на мусорках, а просто нормальные, короче, бутылки, чистые. Чтобы не было так, потому что у нас плод провонялся, там, или еще что-то. Надеемся, на нормальные бутылки. По-любому, где-то их найдем, потому что половину уже нашли, они лежат. Нужно, короче, еще половину. Поэтому у нас сегодня нормально. Илья говорит, можно лучше купить их. Я говорю, ну, зачем деньги зря прать? Правильно? Правильно.